Ну смотри, на самом деле система развлечений в этой игре, она простая. Хотя я очень часто видел в комментариях под своими роликами, что мол, а где у тебя вообще развлечений? Люди даже глядя мои ролики, как я строю города, не понимали, а где вообще у меня система развлечений? Насколько она у меня компактная, и я уделяю ей вообще очень мало и места, и внимания, что даже не замечали. Вот у меня, например, город 60 тысяч жителей, и вот как выглядит у меня система развлечений. У меня в начале улиц стоят школы жонглеров, хотя я потом скажу, она не нужна, но не суть. Школа танцев и школа музыкантов, а в конце улиц стоят площадки для их выступлений. И на самом деле разработчики игры предполагали, что эти жонглеры, танцовщицы, да, ну в общем, работники сферы развлечений, в хорошем смысле этого слова, пройдут до площадок выступлений и оттуда уже будут ходить по городу, бродить и развлекать жителей. Ну, видимо, так, такую поэтому сложную систему сделали разработчики, но они так думали, видимо. То есть, по идее, можно было площадку выступлений построить где-то рядом с школой, быстренько эти работники дошли бы до площадки и потом стали бы ходить по городу и обеспечивать доступ. Вот. Я как-то сразу понял, что нет смысла такой сложной системы. А можно просто сделать так, что раз работник принудительно идет у нас от школы выступлений до площадки выступлений, так надо просто сделать так, чтобы он шел как раз вдоль домов. Вот и все. То есть, нам не нужно, чтобы он потом из этой площадки выступлений куда-то там, может быть, куда-то дошел. Нет, зачем? Если он в любом случае идет на работу, а как бы по дороге на работу он уже развлекает жителей, ну, замечательно. Пускай он только вот эту первую часть выполнит, дойдет до своей работы и все. А дальше он у меня никуда с этих площадок не уходит. У меня на изолированных переулках все это стоит. Ну, ладно, давайте я покажу это на меньшем масштабе, чтобы понятнее было. Вот у нас улица. Вот у нас жители. Парочку, ну, пускай будет тройка у нас кварталчиков. Так, обеспечивать мы давайте их водой. Как-то я не могу, когда у меня жители без воды. Мы делаем раз переулок и два переулок в начале и в конце улицы. Естественно, огораживаем. Естественно, мы их изолируем. В предыдущем ролике я подробно об этом говорил, для чего нужны такие пропускные пункты. И мы ставим в начале улицы школу, ну, в данном случае школу Жанглеров, а в конце улицы мы ставим площадку для выступлений. И все, нам не нужно, чтобы он потом с этой площадки куда-то там ходил-бородил. Сейчас я как раз покажу, чтобы нагляднее было, что он действительно тут уходит. Так, проматываем время. Так, ты там на жонглера. Вот он пошел. Видите, он идет как бы на работу, он идет на свою площадку выступлений. Но по дороге, да, он совмещает приятно с полезным, он обеспечивает доступ к развлечениям всем нашим жителям на этой улице. Вот и все. А вот дальше, видите, он начинает из этой площадки выступлений ходить уже, бродить. То есть, пока он идет на работу, он целенаправленный работник. Опять же, в предыдущем ролике я об этом говорил. Целенаправленный и бродячий. У нас два типа работников в городе нашем. Так вот, пока он идет на работу, он целенаправленный. Это означает, что он проходит через все пропускные пункты. Он проходит очень большие расстояния. В отличие от бродячих, да, у него нет рабочего времени. Он будет идти на работу хоть полгода. Я иногда строил действительно очень огромное расстояние. Вот здесь у меня стояла школа жонглеров. А где-нибудь там вообще в другом конце огромной карты стояла площадка. И этот бедный жонглер, там, шесть месяцев игровых, шел через весь город, обеспечивал у меня там тысячи людей своими выступлениями, пока шел на работу. То есть, он пока идет на работу, целенаправленный. Потом, выйдя с площадки выступлений и как бы начиная уже работать, он становится бродячим. Он на небольшое расстояние проходит, небольшое время. Но, фактически, нам это уже не нужно. Поэтому я вот так это все делаю. И этот бедный, бедный шонглер, он у меня работает, пока идет на работу. А при этом на работу, он там ходит по маленькому такому аппендиксу. И он уже мне там нафиг не нужен. Вот как можно, можно сказать, обхитрить эту систему развлечений. В общем, вся система. Дальше мы тут же ставим, да, музыкантов, танцовщиц. Естественно, уже площадка только для выступлений жонглера нам не нужна. Мы ставим что-то уже тут поинтереснее. Я сразу вообще ставлю павильоны. С тем, что будет здесь, можно его поставить потом в школу танца. Ой. Школу танца. Все, и мы обеспечим всю нашу улицу всеми тремя видами развлечений. Жонглеры, танцовщицы и музыканты. Вот так они по дороге на работу, они развлекут все мои улицы. Вот вся система развлечений. Дальше несколько нюансов еще успею рассказать. А именно, во-первых, если уж вам так захотелось прям непременно площадку для жонглеров поставить, то, чтобы не плодить перекрестков, чем меньше их, тем лучше, это можно сделать вот так. Видите, сейчас площадка выступления жонглера стоит на повороте улицы, не на перекрестке. Видите, она стоит на повороте. Для этого надо просто сначала создать перекресток, построить ее и удалить то, что построили. Получается, что эта площадка стоит на повороте. И тогда у нас будут ходить бродячие рабочие, которые каждый раз, подойдя к перекрестку, выбирают, куда им пойти, налево или направо. Здесь такого не будет. У них не будет выбора. Они будут ходить строго там, где вам надо. Это один нюанс. Второй нюанс теперь. Площадку, вот этот павильон, есть смысл. Так как этот павильон улучшает вокруг себя желательность области, то есть смысл ставить ее прямо сразу за домами. Прямо впритык. Вы сэкономите кучу места. Так, раз. Тут же можно поставить вторую площадку. Если надо, можете поставить третью. В принципе, они довольно хорошо... Они довольно хорошо, я имею в виду, охват делают развлечений. Если вы пойдете к советнику по развлечениям, то, в принципе, вы увидите здесь все. Вам достаточно 2-3 площадки на, не знаю, на 5000-й город. Для прохождения миссии достаточно будет, наверное, 3-х таких павильонов. Максимум 4-х. Они будут проходить вдоль улиц и заворачивать на этот переулочек. Пожарник, который стоит на этом переулочке, всегда обеспечит безопасность пожара на этих павильонах. И третий нюанс. Допустим, у вас еще есть где-то улица. Неужели вам опять эту систему там же делать? Нет, не обязательно. Достаточно соединить эти улицы переулками, естественно, их сразу изолировать. И здесь тоже вы можете построить просто уже школы. Школы этих развлечений. А здесь их можно смело удалить, они не нужны. Вот так они проходят вдоль одной улицы и проходят вдоль другой улицы. И обеспечивая 100% населения этими услугами. И опять же, у вас не будет уже никакого перебоя. Потому что вот эти работники сферы развлечения, в хорошем смысле этого слова, они не будут никуда сворачивать на перекрестках. У них есть конечная цель – площадка выступления. Поэтому они пройдут строго там, где вам надо. Ну вот, собственно, и все, что мы сегодня хотели рассказать. Всем пока-пока.